Добрый день, друзья и подписчики канала. Гриша из Брисбена, Австралия. Ещё с одним видео, без монтажа, без редактирования и одна правда. Сегодня я хочу продолжить тему о диабете, о сахаре, о фруктозе, но совершенно с другой стороны. Я снял первое видео, пару нескольких видео, и мне люди говорят, ну хорошо, ты говоришь, это плохо, это плохо. А что же делать? Жизнь должна быть сладкая, хочется, чтобы было вкусно. Нельзя же себе во всём отказывать. Правда, нельзя себе во всём отказывать. Если хочется, чтобы было вкусно, сладко, есть выход. Я начну это видео с, какие сладости не слишком, как бы, хороши, и какие, как сладости, будут заменителем, которые можно использовать. Я не говорю, что есть сладости, которые полезны. Нету таких. Есть просто сладости, которые не вредят здоровью. До того, как я начну видео, пожалуйста, я вас прошу поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы вы не пропустили никакие другие видео, потому что есть очень много информации, о которой хочется поделиться. И я хочу, чтобы эта информация достигла многих, потому что многим это поможет жить лучше, жить без болезней, жить полной жизнью. Итак, начнём. Начнём с самого плохого. Почему с самого плохого? Потому что, скорее всего, когда мы будем говорить об этом, это вам напомнит о том, что вы делаете сейчас. И дойдём до места, где будет выбор, что делать, чтобы было лучше, не меняя своих вкусовых привычек. Самая плохая сладость, которая приходит из сиропа или так называемой фруктозы. Почему? Потому что фруктоза при попадании в организм превращается в свободные жировые кислоты и триглицериды. Они накапливаются в виде жира вокруг вашей печени. Таким образом, печень душится. А побочным эффектом метаболизма этого печени является выработка мочевой кислоты. Я не буду вдаваться в биологию, но мочевая кислота будет повышать ваше давление. Поэтому, если у вас большое давление, высокое давление или гипертония, это как результат жирной печени. От алкоголя или от фруктозы, это не важно. Жирная печень будет являться результатом высокого давления и также будет являться причиной многих других болезней. Сегодня мы не концентруемся на алкоголе, потому что, к сожалению, больше 70% факта жирной печени или печени, которая отказывает в пот до цирроза, приходит от употребления сладостей в виде фруктозы или сиропа. Давайте пойдем дальше. Столовый сахар или, как мы называем, сахар. Несмотря на то, что сахар кажется, что это глюкоза, сахар это ужасная вещь, потому что она половина глюкозы, половина фруктозы. О фруктозе мы только что говорили, а глюкоза это все просто. Глюкоза выпадает в ваш организм, она сразу идет в кровь и вызывает гормон инсулин. Инсулин это как реакция попадания глюкозы в кровь и задача инсулина, чтобы глюкоза была стабильная, потому что клетки организма в тот момент, когда при неправильном питании наша энергия приходит из глюкозы, глюкоза должна быть постоянной. Если глюкоза не постоянная, клетки ее перестают воспринимать. Таким образом приходит начало диабета второй степени. Если глюкоза постоянная, это не так уж и плохо, не так хорошо, как кетоны, но не так плохо, и задача инсулина стабилизировать глюкозу. Что получается? Что когда мы кушаем нормальные продукты, в которых есть клетчатка, в которых не так много углеводов, то наша глюкоза, пусть она даже поднимается вверх, инсулин ее может сбить до ровного уровня. Когда мы употребляем сахар, инсулин не справляется с этой задачей. И таким образом клетки с каждым разом все меньше и меньше могут принимать глюкозу, и все меньше и меньше реакции инсулина получается убирать сахар или глюкозу из крови. Таким образом получается, что начинается диабет, и побочный эффект, инсулин убирая глюкозу из кровяного потока, сохраняет она потом как жировая прослойка. То есть получается диабет, и получается ожирение. Следующее, то, что очень многие любят, и как по мне, это самая вещь, которую многие не понимают, что это такое. Мед. Мед это продукт, который, когда я был маленький, до сих пор, люди используют почти как антибиотик, добавляя в молоко, когда человек начинает простуживаться, все, и говорят, вот, там очень много хорошего в меде, горячее молоко с медом поможет избавиться от простуды. Ребята, не поможет ничего. Во-первых, мед, который вы покупаете в магазине, он постерилизованный. При моменте нагревания меда, я уже не помню, какой температуры, но точно температура, когда он начинает быть жидкий, когда его можно упаковывать, он теряет абсолютно все свои свойства, как лечебный продукт. И остается один фруктоз. После переработки меда в коммерческом виде мед превращается в фруктоз, и там ничего нет хорошего. О фруктозе мы уже говорили, поэтому они будут нам заостряться очень осторожно с медом. Он вам не друг. Также хочу сказать, допустим, до того продвигаемся, я не знаю, насколько в других странах очень сильно пошла эта вот тенденция. Я вижу в магазинах так называемый сироп агавы. Вроде как люди говорят, вот это типа из растения, это полезно. Ничего не полезного. Убирается вся клетчатка, и остается одна сладость. Сироп агавы – это 80% фруктоз. Я не буду на этом заостряться. Такое количество фруктоза для меня является полным фруктозом, и поэтому ничего хорошего не будет. Также избегайте сиропа агавы. Я хочу поговорить о альтернативах. Люди используют сахарозаменитель. Это очень хорошее начало. Чем хорошее начало? Первое – сахарозаменитель очень мало повлияет на инсулин. Таким образом, диабетикам почти любой сахарозаменитель лучше, чем фруктоза или глюкоза. Без этих вот, без исключений. Но, если у вас есть выбор покупать сахарозаменитель, делайте правильный выбор. Когда я иду в кафе, или рестораны, или даже иду в магазин, я вижу два основных сахарозаменителя. Почему? Потому что они самые дешевые. Первый – так называемый сахарин, или на английском – это sweet and low. Как по мне, это, по-моему, розовая такая этикетка. И второе – это splenda, который содержит multidextrin. Нету особых проблем с этими сахарозаменителями. Но это два сахарозаменителя, которые усваиваются нашим желудочным трактом и влияют плохо на хорошие бактерии. Они их просто убивают. И поэтому в тот момент, когда это не влияет ни на глюкозу, ни на фруктозу, это относится в основном к большинстве, как желудок воспринимает то, что вы употребляете. Из-за того, что у нас половина или больше к 70% нашего иммунитета приходит из желудка, потому что бактерии влияют сильно на иммунитет, употребляя эти сахарозаменители, вы подвергаете свой иммунитет немножко к компромиссу. Давайте лучше поговорю о том, что лучше покупать, как сахарозаменитель. Есть три коммерческих сахарозаменителя, которые являются довольно-таки неплохими. Стивия, монгфрут и эритрит. Давайте начнем со стивии. Стивия очень интересная. Она плохо обрабатывается в организме. Она полностью проходит через желудочный тракт в полном объеме. И таким образом она не влияет никак на организм. Почему я не хочу говорить слишком много о стивии? Потому что коммерческое стивия, которое продается в магазинах, если вы покупаете продукт, который называется стивия, в основном, там очень много эритрита в ней. Потому что эритрит дешевле и его коммерчески легче выпускать. Поэтому давайте сразу перейдем к эритриту, потому что это, как по мне, самый дешевый, самый невредный, самый интересный сахарозаменитель. Эритрит, он относится к так называемому сахарному спирту. Я знаю, что название немножко заблуждающее. Это не спирт, это не сахар. Да, но это композиция сахарного спирта, одно из них. Когда он попадает в кровоток, он проходит через тонкую и толстую кишку и проходит как бы мимо. Он не может как бы употребиться и не вызывает никакого дискомфорта. Он также не поднимает никакую глюкозу в крови. И в принципе, ученые пока не могут найти никакой точки, где эритрит вредит нашему здоровью. И как бонус, он содержится в овощах и фруктах. Это натуральный продукт. Дальше, монгфрукт. Почему я его оставил на последнем? Как по мне, это самый лучший сахарозаменитель. Но, из-за того, что его тяжелее делать, из-за того, что у него большая концентрация и большая цена, он не такой популярен. И самое интересное, что монгфрукт, с точки зрения вкусовых качеств, 150 до 250 раз сващество сахара. Да. И так же прикол монгфрута, то, что он, я не говорю, что он полезен, но ученые говорят, что попадая в организм, он уменьшает так называемый этот вот маркер, который называется IL-6. Это когда что-то с вами не так. Это первый маркер в организме, когда врачи увидят, что организм воспален. Он уменьшает этот фактор в организме. Опять-таки, я не говорю, что монгфрукт полезен. Это не мой самый лучший сахарозаменитель, но опять-таки, в нем нету никаких вредных частиц. И я в Австралии. Я не знаю, где брать это в других странах, но все равно я поставлю линки в описании моего видео, чтобы вы видели, где я беру это в Австралии. И так же, если хотите, если Amazon доставляет в вашу страну, вы можете купить с этих линков и этот вот и компаний, которые я поставил туда. Первые, они респектабельные, второе, у них хорошие цены и третье, это продукт, который я пробовал и я знаю, что это очень качественный, хороший продукт. Таким образом, я хочу подчеркнуть, что сладко жить не запретишь, но сладости бывают разные и если у вас выбор есть, если вы уже тратите свои тяжело заработанные деньги на что-то сладкое, покупайте то, что не приносит вам вред и не вредит вашему здоровью. Если вам больше интересна эта тема, если хочется узнать больше про темы, которые относятся к этому всему, пожалуйста, пишите в комментариях. И опять-таки, сделайте мне одолжение, поставьте лайк на видео, подписывайтесь на канал и нажмите на этот колокольчик, чтобы не пропустить никакие видео в будущем. Большое спасибо за просмотр. Еще раз Гриша из Брисбена. Всего хорошего. Продолжение следует...